Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. В армии не служил госслужба под запретом. Всеми любимый юбиляр. Санаторий Мотылёк отметил 50-летие. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев представил главу муниципалитетов свою новую команду, а также обозначил приоритеты в работе на ближайшую перспективу. Глава региона обозначил свои требования к подчиненным любого уровня. Курсы на повышение прозрачности власти, улучшение качества жизни и благосостояния людей – это те принципы, которые изначально я докладывал в свою предвыборную кампанию и буду проводить в Чечне все свои работы. Удержать набранные темпы социально-экономического развития края, какую задачу ставит Кондратьев перед своей командой и начинает с оптимизации управленческого аппарата и сокращения расходов. Исключить неэффективные траты – требования главам городов и районов. Каждый наш шаг должен отвечать интересам абсолютного большинства жителей края. В каждой сфере нужны новые подходы к решению многолетних проблем. В ЖКХ – это технологическая модернизация коммунальной инфраструктуры. В экономике – новые инструменты для привлечения инвестиций, открытый диалог с бизнесом. И только в социальной сфере приоритет остается тем же – это люди. И решение злободневных проблем, доступность медицинской помощи, строительство детских садов и школ. Многодетные семьи должны быть в прямом смысле в основе вашего личного контроля. Нужно выяснить реальное положение дел в каждой отдельной детской семье. Помочь многолетним семьям в получении положенных им по закону земельных участков на средиство жилья. Также, по мнению губернатора, нужно продолжить внедрение казачьего образования в школах, расширить полномочия казачьих дружин, привлечь казаков к охране детских садов, поликлиник и школ. На очередной планерке у председателя Совета муниципального образования Леонида Кочетова рассмотрели ряд серьезных и давно наболевших вопросов. Станичники Анапской не согласны с застройкой парка. Комиссия из представителей всех заинтересованных сторон определит другое место для постройки храма и воскресной школы. Депутатская комиссия выйдет также в станицу Гастагаевскую, рассмотреть пожелания станичников о благоустройстве территории вокруг станичного парка. Серьезный вопрос прохождения на курорте призывной кампании. На сегодняшний день 740 человек у нас оповещено. Значит, на призывную комиссию у нас как план по норме составлен, допустим, 30 человек, плюс-минус, естественно. У нас все это выполняется на сегодняшний день. У нас проведено 11 комиссий. За октябрь месяц 246 человек вызывалось на призывную комиссию. По 233 вынесено решение о призыве, либо об отсрочке. Норма призыва в Анапе выполняется. Из запланированных 183 уже призвано в ряды российской армии 156 человек. Много ребят, которые мы планировали, что они будут обучаться в высших учебных заведениях, которые 11-классники. Много ребят, которые мы планировали, что они будут заканчивать техникумы. Они сейчас приходят, пишут заявление нам. Допустим, 11-классники, вот на призывной комиссии. Смотрю, с 97-й год. Лично отсрочка президентская у него была до 1 октября на поступление. Приходят, как ИГ сдал, нормально сдал. Сколько баллов там? 180, допустим. Почему не поступаешь? Хочу сначала служить, потом учиться. Престиж воинской службы повышается, однако уклонистов немало. На сегодняшний день в долговременном розыске находится 285 анапчан. Правда, уклоняться им теперь себе дороже. Обратившись в военкомат за получением военного билета, молодые люди, которые не исполнили воинскую обязанность гражданина без законных оснований, военный билет не получат. Соответственно, путь государственной службе или в ряды правоохранительных органов им будет закрыт. Ценовая политика в Анапе под постоянным контролем. Специалисты управления торговлей и потребительского рынка и управления сельского хозяйством в своих регулярных рейдовых мероприятиях и мониторингах особое внимание уделяют группе социально значимых товаров. На торговых полках изобилие. Продуктовый ассортимент в магазинах курорта достаточно обширный. В основе мониторинга насыщение потребительского рынка товарами кубанских и российских производителей. В группу социально значимых товаров входят молоко, кефир, сметана, творог, масло растительное, яйца и хлеб. Они должны быть доступны каждой семье. Именно на эти товары обращает внимание комиссия. Наценка не более 10% от закупочной стоимости. Стараемся, любим наших покупателей и стараемся выдерживать полный ассортимент социально значимых продуктов. Вот как вы видите, все у нас есть чистенько. Девочки стараются, предлагают. Многие пенсионеры в возрасте, соседи наши приходят, не знают, что им взять. Мы предлагаем все именно социально значимые товары, начиная от масла, сахар, крупы, хлеб. Кубанским товарам зеленый свет и цвет. Добросовестные продавцы и ценниками особыми их выделят и предложат покупателям. Цена значительно ниже. В некоторых магазинах даже кубанского производства замороженные куры в группе социально значимых. Магазин ЦИПа по улице Ленина работает образцово. Комиссия отмечает наличие уголка потребителя, удобную выкладку, соблюдение всех требований, чистоту и вежливость персонала. К сожалению, есть и негативные примеры. Группа социально значимых товаров в магазине Купец по улице Стаханово в надлежащем виде. Ценовая политика выдержана, зато других нарушений хоть отбавляй. Не соблюдается температурный режим хранения скоропортящихся продуктов. Оливерная колбаса с плесенью далеко не благородной. Не соблюдаются нормы товарного соседства. С такими предпринимателями проводят разъяснительные беседы. Потребители в Анапе должны получать только качественные продукты по адекватным ценам. С 26 октября на курорте стартовал второй этап профилактического мероприятия под условным названием «Грузовик». Основной задачей перед личным составом отдела ГИБДД ставится осуществление жесткого контроля за выполнением требований безопасности дорожного движения водителями грузовых транспортных средств. В том числе за соблюдением правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных, как я сказал, опасных грузов. Это соблюдение скоростного режима, режима труда и отдыха, техническим состоянием автотранспорта и наличием в полном объеме необходимой документации. Операция продлится до 2 ноября. Лица, совершившие правонарушение, будут привлечены к административной ответственности. И к другим новостям. Непростые этапы пришлось преодолеть санаторию «Мотылек» на пути к своему золотому юбилею. В разные годы в санатории «Мотылек» располагались турецкая казарма, морской госпиталь, штаб дивизии Днепровского полка, военный санаторий «Красная звезда», эвако-госпиталь. Сегодня это одна из лучших здравниц курорта. 50-летие предприятия коллектив отмечал на главной городской сцене. Директор санатория Владимир Симонов вот уже 20 лет трудится на благо своего предприятия. Он вдохнул новую жизнь в «Мотылек» и в юбилей не сходил со сцены. Я считаю, что у нас одно из лучших лечебных учреждений в городе. Нас признали, к нам едут. Люди, которые у нас побывали, от нас уже не отказываются. Едут не один раз, много-много-много раз. И помогаем мы людям. Мы в этом году произвели хороший ремонт. К новому сезону мы хотим построить два бассейна взрослые и детские, реконструировать остатки номеров, которые пока у нас еще не в той категории евро. И самое главное – медицинскую базу. Мы очень много направлений. Пусть это пока изюминкой будет. Искренне поблагодарили ветеранов санатория, стоявших у истоков возрождения здравницы. Это участник войны Петр Слесарев, заведующая складом Екатерина Загорулько. Валентина Булатова прошла путь от простой горничной до старшего администратора. Молодые кадры нисколько не отстают от ветеранов и стремятся сделать мотылек еще лучше. Учредители санатория, председатель Совета директоров, заместитель генерального директора военного концерна ПВО «Алмаз-Антей» Борис Белоцерковский и генеральный директор научно-производственного объединения «Алмаз» Виталий Нескородов поздравили всех сотрудников санатория и наградили почетными грамотами и денежной премией лучших работников. Конечно, хотелось бы, чтобы более чем 100-тысячный коллектив концерна, предприятий, имел возможность как-то побывать здесь, в прекрасной Анабе, в санатории, прикоснуться к вашим заботливым рукам, получить вот этот заряд на будущее. И мы будем к этому стремиться. В Мотыльке особая лечебная база, которая создана практически с нуля, доктором с большой буквы, заслуженным врачом России Марии Хижняк. Марию Степановну наградили медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. Очень многие специалисты получали в этот день благодарности главы города и Совета депутатов. Заместитель министра курортов и туризма Краснодарского края Лолита Авдеева также отметила санаторий «Мотылек» наградами министерства. А Анапская региональная ассоциация среди множества наград и благодарностей вручила икону, привезенную из Италии. Спорт высоких достижений начинается с малого. Анапские тренеры воспитали немало именитых спортсменов, прославляющих Анапу и Кубань на российских и мировых соревнованиях. Выявить лидеров помогают состязания городского уровня. На днях в детско-юношеской спортивной школе номер 4 прошло первенство города-курорта по самбо среди юниоров. В первенстве города-курорта по самбо приняли участие более 30 спортсменов. Борьба на татаме развернулась нешуточно. Спортсмены выкладывались по полной. Среди участников – чемпионка мира Татьяна Селедкова. Спорт Татьяну родители привели в 9 лет. Кроме самбо, Таня занимается дзюдо и уже добилась высоких результатов в обоих видах спорта. Первое место на спартакеаде России по самбо и на спартакеаде по дзюдо России тоже третье место. Потом у меня второе место на Европе по самбо было до мира. На Кубке Европы в Турции третье место. Там две России, второе место по самбо. И вот этот 15-й год – первое место по самбо на России и третье по дзюдо. Спорт – это не только медали и титулы. Это колоссальная работа над собой. Перед соревнованиями, если есть лишний вес, его надо сбрасывать, если ты желаешь в этой весовой категории бороться. И приходится сидеть на диетах. Большую роль в судьбе спортсмена играют такие качества, как воля к победе и уверенность в себе. Вообще, мне кажется, в виде спорта тяжело добиваться. Но упорные тренировки, старания, усердие, проявление характера, воля к победе – помогает это все. Татьяна – девушка скромная, несмотря на громкие титулы и победы, которым может позавидовать любой спортсмен. Судя по количеству юных самбисток, этот непростой вид спорта набирает популярность и у нежной половины человечества. Победители соревнований представят наш город на первенстве Краснодарского края. Завершит выпуск прогноз погоды. В среду 28 октября в Анапе пасмурно небольшой дождь. Температура воздуха днем 10-11 градусов со знаком «плюс». Ночью до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 12 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступной и качественной одежды для детей и взрослых. Модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. «Анапа», улица Новороссийская, 281. «Анапа», улица Новороссийская, 281.